Приветствую вас. Смотрите, здесь есть несколько факторов, точнее два. Первый фактор заключается в том, что отношения вы строите все-таки на расстоянии. И все-таки это влияет в той или иной степени. Это влияет. Это влияет. Это, скажем так, может быть не очень приятно, но это влияет на расстояние. Люди, ну не все люди могут адекватно поддерживать эти отношения. Не все люди могут. Не у всех людей это получается. А если могут, то по-разному все складывается. То есть, если, допустим, нет развития, да, отношения, то они, такие отношения, да, могут к сожалению, закончатся. Вот. Это правда. И это, конечно, по некоторой степени, ну, печально, то, что это, ну, то, что это действительно может быть, может быть так. А вот. Ну, тем не менее, что-то тем не менее. У отношений на расстоянии, да, должна быть в некоторой степени, такая достаточно четкая цель, а, четкая позиция, когда мы будем вместе, как мы будем вместе. И так далее. Вот. Если этого нет, ну, могут быть, трудности и проблемы. Вот. Понимаете, да? О чем идет речь. Второй момент, это то, что вы, что вот у вас, как бы, отсутствует, ну, ваша цель, отсутствует. То есть, вы, как будто бы, очень сильно зависите от, эм, мужчины, да. И, на мой взгляд, это, ну, достаточно серьезная такая проблема. Потому что, вы не самостоятельны и, действительно, есть, такое ощущение, что, на мужчину вы давите. Вот. Хотя, я и не считаю, эм, что вы прямо на него давите, но, тем не менее, вы слишком сильно от него зависите. От, эм, человек в эм, вы в нем нуждают, и, эм, и, получается, эм, такая штука, что, эм, ну, что, мужчина, действительно, э, э, чувствует, э, ну, э, чувствует некогда. некоторое давление на себя, понимаете, вот, а свои проблемы собственные, да, свои собственные проблемы, вы, ну, к сожалению, не решает, вот, свои собственные проблемы, свои собственные трудности, да, вы не решает их, вот, и на мой взгляд, в этом есть определенная, ну, в этом есть определенная сложность, на мой взгляд, потому что чрезмерная зависимость, да, никому пользы не принесут, не принесут, ну, не может принести пользу, вот, поэтому вот идея, она по большому счету такая, что неважно, неважно, какими будут ваши отношения, вот, важно то, что вы не находитесь, условно говоря, в равнобранных отношениях, вы не находитесь, вот, вы не находитесь, как бы, в отношениях зависимых, когда вы нуждаетесь в человеке и поддерживаете его, ну, в том числе для того, чтобы он, он дал вам то, в чем вы нуждает, вот, ну, да, честно говоря, да, честно говоря, я не думаю, я не думаю, не думаю, что это вот та позиция, которая может помочь выстроить в хорошие отношения, вот, поэтому мужчина отдаляется сейчас, потому что ему некомфортно, ему некомфортно, ему неприятно, вот, и ему, ну, как бы, ему трудно, вот, у него сейчас там могут быть какие-то, ну, трудности, да, какие-то, какие-то, какие-то сомнения, вот, страхи, ну, по отношению к самому-самому себе, вот, и, действительно, может быть, ему сейчас нелегко, но, то есть я хочу сказать, что вы, что вот, ну, ваша задача, ваша, точнее, даже не задача, а ошибка, ваша ошибка заключается в том, что вы пытаетесь, вот, ну, как бы, ну, как бы, за счет мужчины решить свои трудности, вот, свои проблемы, и чувствуете, там, например, себя, да, негативно из-за того, что человек, вот, ну, чувствует себя одинокой, короче говоря, вот, а вопрос одиночества, это вопрос принятия себя, вот, полного и безусловно. И если вам с собой не комфортно, то это есть, ну, какие-то основания, какие-то причины, почему, почему вам, вот, некомфортно с собой, вот, и, соответственно, с этим нужно разбираться, вот, и, когда с этим разбираться, вы сможете уже, вы сможете уже для себя сделать какие-то выводы, и в дальнейшем уже, фарф, фарф их не повторяет, вот. Сейчас вы слишком, 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 слишком сильно, вы сейчас, эм, зависите от, человек, эм, в таком, эм, состоянии, да, ага, отношения не построят, это уже, очень сложно будет сделать, вот. Ну, так вот, тогда вам действительно нужно отдалиться от мужчины, но, поймите правильно, отдалиться в каком смысле, просто отдалиться, ну, предотвращайтесь, что-то такое, а отдалиться, сказать ему, что, помимо тебя есть ещё жизнь у меня, что, помимо тебя я могу, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ там, интересы, например, и так далее. Вот это вот идея. А для этого вам, ну, совершенно очевидно, необходимо поверить в себя, поверить в свои силы. И в какой-то степени перестать, наверное, нуждаться в, ну, в человеке, да, то есть в какой-то степени, вот, перестать нуждаться в нем, вот, чтобы вы меньше нуждались. Потому что, сейчас, на данный момент, вынуждается очень, очень и очень сильно, вот. И вот то, что я хочу сказать, да, это как раз то, что вам это мешает очень сильно. Вот. Вот. Ну, вот, примерно, прям примерно, такой ответ я могу вам дать. А просто, если вы писаете писал, ну, это будет своего рода манипуляция, которая, которая мужчиной, именно мужчиной, может быть, не оценена правила. То есть, мужчина может, там, воспринять это, крайне, негативно, как, там, не знаю, попытку, подчинить, например, его, да, вот, подумать, что вы его подчините, просто пытаетесь подчинить. Вот. Ну. Как бы. Ничего хорошего в этом, вдвоем, опять же, не будет. Ну, на мой, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. Вот. В этом идее, здесь она, именно идея, именно идея, здесь в принципе, в принципе, в принципе, в принципе, идея в принципе такая. Вот. Ага. Что делать с этим, да? Да. Ну, в принципе, я бы сказал, что психотерапия, я бы сказал, что достаточно хорошим вариантом была бы психотерапия из-за, чтобы вы не чувствовали себя одинокой, там, из-за того, что у мужчины есть свои трудности и проблемы сейчас. да. Потому что они у него могут быть, к сожалению, и это, ну, это нормально. Вот. Никуда он не дется. Вот. К сожалению, к сожалению. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу сказать. Нормальная проблема по отношению к мужчине, заключается в том, что вы, как бы, его поддерживаете, да? Вы хотите его поддержать, но вы говорите так. Вот. А потом выясняется, что вы это делаете не только для него, а сколько для себя. И, соответственно, человек это, конечно, отдал от оплаты. Вот. Поэтому очень важно соблюдать, вот, так сказать, ну, определенную, да, целостность. Вот. То есть, то есть, грубо говоря, если я поддерживаю человека, да, если, если, если я поддерживаю человека, то я делаю это, а, как бы, ну, искренне, на постоянном основе. Вот. Вот. Либо я не поддерживаю человека вообще. Вот. То есть, то, ну, так и говорю, что, там, извини, я не могу. Я просто, ну, к примеру. Вот. И что, ну, по крайней мере, это будет, в какой-то степени это будет, по крайней мере, честным. Вот. Вот это то, что я могу вам сказать. Ага. Я бы рекомендовал вам, наверное, бы еще изучить треугольник Карпмана, потому что вы находитесь здесь в очень, очень, явно такой позиции жертвы, на мой взгляд. И эта позиция жертвы, она вам, ну, никак, никак не способна помочь решить ваши проблемы, ваши трудности. Вот. Которые у вас, ну, могут быть, могут быть, например. Вот. Потому что вы, ну, вы склонны вот не отвечать, да, за идеи, за то, что вам хочется, за то, чего вы хотите. К сожалению. Вот. Это... Проблема. Это может, может быть, проблемой. Вот. Для вас. Ну, вот. Такой... Такой... Пер... Перспектива. Это вот так. Вот. Вот. Эм... Так, я думаю, вам можно ответить на вопрос, эм... который вы выдаёте. Эм... Вот. Сейчас. По крайней мере. Эм... Эм... Я надеюсь, что... Эм... Для вас это было, как минимум, как минимум, полезно. Вот. Эм... Эм... Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Эм... 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 Эм...